Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона редактор Сергея Антонова. Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022. Так называется первая выставка ценностей Государственного фонда России, которая открывается завтра в столице республики. Большая императорская корона, самородки золота, крупные алмазы, названные в честь исторических деятелей нашего региона, памятники декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, и это лишь неполный перечень того, что можно будет увидеть в выставочном зале сокровищницы нашей республики. Итак, гости нашей студии сегодня куратор выставки «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022» Вероника Юрьевна Валдаева. Добрый день! Добрый день! И координатор выставки Светлана Александровна Корчевская. Здравствуйте! Добрый день! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, нашу беседу с самых истоков. Какова история возникновения Государственного собрания ценностей? Пожалуйста. История возникновения Государственного собрания ценностей очень интересна, но она велика. В 1719 году царь Пётр издал указ, согласно которому в государственную собственность перешли скипетр, держава, государственный меч, щит, мантия, пряжка, граф. Затем присоединилась корона большая императорская. Всё это стало собственностью государства, неотъемлемой его частью. Так образовалась государственная рентерия. Каковы были основные цели и задачи Гухрана? Основные цели и задачи Гухрана, прежде всего, сохранять, учитывать весь драгоценный материал, который мы добываем, который мы получаем на хранение в Гухран. И это очень важно, поскольку учёт в Гухране достаточно строгий. Алмазный фонд, как я знаю, является структурным подразделением Гухрана России. И это одно из значимых и крупнейших собраний в мире. И очень здорово, что он открыт для тех, кто лучше хочет узнать нашу страну. И Алмазный фонд открыт для посетителей? Алмазный фонд открыт для посетителей уже более 50 лет. В 2017 году мы отметили эту круглую дату, 50 лет. А образован он был в 1967 году. Это выставка, которая должна была показать уникальные памятники истории и искусства государства российского всего лишь год. Но выставка пользовалась таким огромным спросом у трудящихся нашего государства, что было принято решение оставить её на постоянной основе в московском Кремле. Я знаю, что после смерти Петра, конечно, России до конца XVIII века правили почти только женщины. И как вообще это сказалось на пополнении императорской сокровищницы? Наверное, стало больше ювелирных украшений. С одной стороны, наверное, вы правы, что стало больше ювелирных украшений. С другой стороны, украшения, которые сегодня мы видим в витринах Алмазного фонда, несут на себе не только роль ювелирных изделий высочайшего художественного уровня, но и ещё многие из них рассказывают о важных этапах в истории государства российского. И ювелирные украшения, которые заказывали императрицы, они должны были свидетельствовать о мощи и величии государства. Только у величественного монарха, одетого в роскошной драгоценности, вид достаточно импозантный с одной стороны, респектабельный с другой стороны, а с третьей стороны государственный вид. Внушающий уважение. Внушающий и уважение, и доверие. Скажите, пожалуйста, какие самые древние экспонаты хранятся в сокровищнице нашей России? Самый древний экспонат – это предмет, который носит название персона. Это своего рода орден. Тот предмет, который возник ещё до появления орденов в государстве российском. Персон, на ней изображён царь Пётр. Это эмалевое изображение, предположительно, выполненное выдающимся эмальером мусикийским. Таких предметов, к сожалению, на сегодняшний день осталось всего четыре. И мы все знаем, где они находятся. Один предмет в частном собрании, три предмета в крупнейших музеях нашего государства, государственный эрмитаж, музей Московского Кремля, государственный исторический музей и сокровищница, выставка «Алмазный фонд». Какие условия создаются для хранения наших сокровищ? Мы прилагаем все усилия для того, чтобы ценности имели очень хорошую сохранность, несмотря на многовековую их историю. Многим предметам 200-300 лет. Но, тем не менее, поддерживается важный и нужный, с научной точки зрения, температурно-влажностный режим. Предметы проходят руки реставраторов. Реставраторы за ними бережно следят. И к каждому предмету уделяется всегда свое теплое, особое внимание. Ну и, конечно, хотелось бы в нашей передаче уделить внимание собеседникам, услышать несколько слов об особенностях вашей работы. Я знаю, что, например, Вероника Юрьевна не один десяток лет проработала в Гохране. Да, я проработала уже достаточно много лет. И должность эксперта-искусствоведа в Гохране достаточно ответственная по его функциям. Потому что через руки специалиста проходит огромное количество ценностей. С одной стороны, это ответственность. С другой стороны, для меня это большое счастье. Потому что не каждому специалисту в этой жизни удается работать с шедеврами мастеров 18-го столетия. Это предметы, которые выполнялись только для определенных лиц русской императорской семьи. И, с другой стороны, я держу в своих руках предметы, которые когда-то делались для продажи. Это предметы массового спроса. Но в то же и те, и другие предметы, они рассказывают о истории нашего государства, о людях, которые покупали такие, приобретали вещи. И вот этот интерес о таких интересных вещах, ювелирных изделиях, привел к тому, что вы даже защитили научную работу. Да, я защитила научную работу, несмотря на строгость дисциплины нашей организации, это режимное предприятие. Я сделала работу, посвященную ювелирному дому Сазиковых. Это первая научная работа, посвященная этому замечательному ювелирному дому, ювелирной ферме, получившей мировое признание. Еще в 1851 году на первой всемирной выставке в Лондоне, практически из рук королевы Виктории, Игнатий Павлович Сазиков, основатель этой фермы, получил высочайшую награду Гран-при. Что же говорить о выставке 1867 года? Это Парижская всемирная выставка. И первым среди русских ювелиров Сазиков был удостоен высшей награды Франции Ордена Почетного Легиона. Как здорово. Светлана Александровна, теперь давайте к вам перейдем. Да, слушаю внимательно. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как давно вы работаете в Гухране? Об особенностях своей работы? Я кадровый сотрудник Министерства финансов. Работала на протяжении более 30 лет. И в Гухран пришла и занимаюсь проектами выставочной деятельности, экспонированием ценностей. Эта работа меня увлекла, поскольку первый проект у нас сейчас идет выставка ювелирная на Красной площади в историческом музее. И параллельно эта выставка я охвачена, мне это интересно. И очень надеюсь, что это будет большим подарком для всех гостей и жителей Якутии. Мы непременно поговорим о предстоящей выставке. Но мне хотелось бы задать такой вопрос. Вообще, каковы источники поступления предметов в Гухран? Например, в прежние времена, какими путями, способами коллекция пополнялась тогда? И как она, например, развивается на сегодня? Мы можем разделить вопрос. Хорошо, давайте. Да, Вероника Юрьевна, до поременности. Я отвечу на предстоящую. Ну, прежде всего, сама организация Гухран была создана в 1920 году. И для того, чтобы сохранились государственные ценности, в Гухран поступали предметы из скупочных предприятий. Люди, пытаясь пополнить свои материальные возможности, приносили предметы в скупочные предприятия. И вот великое счастье, что эти вещи были сохранены. Из них была составлена за последние 30 лет достаточно большая. И очень интересная, очень ценная, очень значимая не только для нашего государства, но и для мирового собрания коллекция. Ну, а иногда нам везет, и на последнем этапе Гухран стали ювелиры дарить на работы. И они входят в собрание нашего учреждения. Ну, и вот сегодня тоже представлены на выставке в Москве. — Я продолжаю. — Да, пожалуйста. — Источникам, поскольку мы говорим о драгоценных камнях, о уникальных ювелирных изделиях, то это регулируется законодательством. Источники определены в законе. И первое — это право Гухрана закупать у субъектов рынка уникальные самородки, драгоценные камни. Закупать у индивидуальных предпринимателей, у физических лиц. Понятно, что это за счет средств федерального бюджета. Спасибо за этот вопрос, потому что еще раз будет предоставлена возможность поблагодарить тех меценатов, которые дарят свои изделия в наш государственный фонд. И это дарение и наследование. И, безусловно, это и самородки у субъектов, которые занимаются добычей. А вообще, как правильно определить, что, например, тот или иной самородок действительно имеет какую-то уникальную ценность? В государственном хранилище ценностей работают специалисты. Они занимаются драгоценными металлами и изучают именно драгоценные металлы в их самородном состоянии. Это золото, платино и крайне редко встречаемые в природе в самородном состоянии серебро. Мы можем даже похвастаться тем, что у нас есть коллекция серебряных самородков. И специалисты определяют их значимость, ценность. Они особенно обращают внимание на содержание драгоценных металлов в составе самородного золота, платино или серебра. И, конечно же, форма играет большое значение, потому что многие самородки природа создала в уникальной форме. Все мы знаем знаменитый самородок Мефистофель. Но и на выставке сегодня, которая будет работать для жителей Якутии, гостей республики, представлены интересные самородки, интересные формы, например, змеиная любовь, когда две змеи будто сливаются в поцелуи. Вот так природа создала. Она великий художник. Это очень здорово, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. С 27 апреля по 18 мая в Государственном хранилище ценностей Якутии проходит выставка из коллекции Гохрана России «Национальное сокровище России. Москва. Якутск. 2022», посвященную столетию образования Якутской АЦСР. Всего на выставке представят более 90 экспонатов, многие из которых впервые покинули место своего хранения. Это действительно уникально. И сегодня у нас в гостях куратор и координатор выставки, специалисты Гохрана России. И мы говорим об особенностях проведения выставки. Когда появилась корона Российской империи? Сколько алмазов, хранящихся в Гохране России, носят имена выдающихся деятелей Якутии? Об этом и не только в нашей программе. Напоминаю, дорогие друзья, что наша передача выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Более трех столетий существует Госфонд драгоценных металлов и драгоценных камней и более века Гохран России. И все это время сотрудники вашего ведомства, я знаю, что способствуют не только пополнению золотовалютного резерва России, но и обеспечивают сохранность, проводят большую работу по науке, просветительскую деятельность. Вот, к сожалению, не все об этом знают, да? Ну, вряд ли можно было бы так совсем сказать. Все-таки Гохран делает выставки. И раз в два года Гохран проводит конкурс ювелирного искусства. Это своего рода мигка для ювелиров, где можно побывать, оставить свои вещи. Эти вещи оцениваются. И фактически люди принимают участие в очень серьезном и важном проекте. Для сегодняшнего дня это поддержка ювелирного искусства Гохран России. И много интересных личностей, имен появилось на небосклоне, нашем, скажем, золотом, бриллиантовом небосклоне ювелирного искусства сегодняшнего дня. Поэтому, конечно, мы все-таки хотели бы сказать, что мы не столь закрыты, как кажется, первого взгляда. Давайте теперь непосредственно обратимся к выставке. Для того, чтобы она состоялась, я думаю, что была проведена очень большая работа и на федеральном, и на республиканском уровне. Вообще, кто выступил организатором данного уникального мероприятия? Спасибо за вопрос. Во-первых, я хочу сразу сказать, что она уникальна не только для Якутии, но и для всей страны, поскольку большая часть – это предмет Алмазного фонда. И есть перечень ценностей, которые не могут покидать Алмазный фонд. Для того, чтобы другие ценности покидали, требуется проведение очень большой работы. Достаточно сказать, что мы начали эту работу полтора года назад. К нам обратилось руководство республики. Гохран поддержало руководство, Гохрана поддержало. И мы начали эту работу полтора года назад. С одной стороны, нужно было подобрать эту коллекцию. Этим занималась Вероника Юрьевна. Это огромная работа, потому что не только перемещение требует специального разрешения за рамками Гохрана, но и внутри. Это вопросы и учета, и передвижения, и сохранности. С другой стороны, требуется разрешение правительства. Разрешение дается при наличии очень большого пакета документов, серьезных документов, которые подтверждают вопросы обеспечения сохранности, безопасности экспонатов. Это вопросы страхования, это вопросы транспортировки и охраны. Поэтому требование вот к этим вопросам, оно установлено законодательством, оно очень жесткое. Поэтому эта работа была проведена, и мы получили разрешение правительства, решение правительства, это постановление было об экспонировании ценностей. И вот спустя полтора года мы здесь, и здесь, конечно, мы говорим спасибо и коллективу Гохрана Якутии, потому что это было плотное взаимодействие. В октябре мы с Вероникой Юрьевной и с другими специалистами приезжали для того, чтобы посмотреть и помещение с точки зрения безопасности наших экспонатов, с точки зрения размещения, чтобы экспозиция была размещена так комфортно, чтобы все эмоции, все взгляды были сосредоточены на вот этих звездах нашей выставки. Ну и, конечно, у любой выставки есть концепция. Да, конечно, и у нашей выставки тоже есть эта концепция. Мы показываем прежде всего те предметы, которые отражают тему поставленную. Это тему юбилея Якутской автономной социалистической республики. Для этого были созданы разделы, разделы наполнены предметами. Прежде всего, конечно, хочется сказать о главном достоянии республики Якутия, которые, так сказать, щедро делятся со всем государством. И таким образом уникальные алмазы попадают в государственное хранение. И наиболее редкие алмазы обретают ими собственное. В витринах нашей выставки представлены алмазы, которые входят в состав Алмазного фонда Российской Федерации. И это 15 драгоценных камней. Они имеют статус уникальных, и все они именные. Но их название, прежде всего, связано, конечно, с историей Якутской республики. С ее крупными политическими и экономическими деятелями, деятелями культуры, реками, городами. Для того, чтобы можно было показать весь спектр вопросов, которые связаны с историей Якутии. Прежде всего, хотелось бы сказать о алмазах, которые названы в честь основателей Якутии, Якутской республики. Это и Амосов, это и Оюньский, и Оржаков. Так называются алмазы. Но ведь за этим, за всем стоит история каждого человека. Его биография, его деятельность, его семья, его помыслы. Конечно, замечательный алмаз, самый большой алмаз, имеет массу 196 карат, он называется звезда севера. А самый небольшой алмаз, это река Лена, 30 карат с половиной. Ну, казалось бы, вот такой небольшой по сравнению со 196 каратами алмаз. Но у него уникальная форма, удивительная чистота. То есть это камень высшего достоинства в области драгоценных камней. И недавно он назван в честь реки. Реки Лены, мощная река. Вот в этом и заключается сила, в этой мощи, чистоты, красоты драгоценного камня. Есть замечательный алмаз, он является центром экспозиции витрины. Якутск, 350. Он весит 125 карат. Это тоже крупный камень. У него даже есть почти эффект портретного алмаза. То есть алмаз, когда ты смотришь, можно увидеть без искажений все, что ты видишь с другой стороны. И в то же время этот алмаз был посвящен 350-летию основания города Якутска. А смотрите, как быстро бежит время с 1982 года, когда он был назван так. Уже прошло 40 лет, и в этом году Якутск уже отмечает 390-летие. Можно я дополню? Да, пожалуйста. Совершенно справедливо мы сегодня говорим, что уникальная выставка, уникальные экспонаты. Мы говорим о культурном мероприятии. И, конечно, надо еще и напомнить о том, что выставка состоится в год культурного наследия по указу президента. Поэтому это тоже такой вот знаковый, придающий силу даже какой-то нашей выставке культурного наследия народов России. У нас еще одна круглая дата. Это 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И вот этот замечательный алмаз Якутска как раз об этом может тоже рассказать. За каждым из этих алмазов сразу же начинается большой и интересный рассказ. За каждым из экспонатов, наверное, своя очень интересная история, о которой можно будет, собственно, узнать, посетив эту выставку. И поэтому мы обратимся, наверное, к нашим телезрителям, радиослушателям с приглашением посетить обязательно эту выставку, которая откроется буквально уже завтра. Вообще, какова главная задача и поставленные цели вот этой выставки? Я начну. Главная цель – это показать наше культурное и историческое наследие, которое принадлежит всей стране. Это дать эмоции, дать чувство гордости, патриотизма, которое нам сейчас очень нужно не в простое время. И мы по своей выставке, которая сейчас проходит в историческом музее, это видим. У нас буквально за два месяца 15 тысяч посетителей. Приходят и семьи, приходят и по 3-4 раза. И точно такие же слова восторга. Спасибо. Мы уверены, что времена пройдут, что мы едины. В этом наша сила. И сила и в искусстве, оно помогает. Я бы так сказала. Ну, безусловно, мне хочется дополнить слова Светланы Александровны и сказать, что каждый предмет был сделан мастерами с большой любовью. И эта любовь очень ощущается. Мы всю выставку делали для Якутска с большой любовью. И мне очень хочется, чтобы это почувствовали люди, которые придут на эту выставку. Она сделана для них, только для них. Направлено все было. Это реставрация предметов, подбор экспонатов, создание медики-этажа, подготовка экскурсоводов. И, безусловно, подобраны такие предметы, которые должны вызывать исключительно положительные эмоции у людей. И вызывать чувство стабильности, уравновешенности. Чувство гордости за свою страну. Чувство гордости за место, где ты родился. Это очень важный фактор в создании выставки. Кроме алмазов, что еще входит в состав выставки? Мы сказали, что более 90 экспонатов. Давайте хотя бы о некоторых из них расскажем. Прежде всего хочется начать с раздела, который отражает символы власти российского государства. Это Большая императорская корона, ювелирные изделия Большая императорская корона. Я объясню, почему. Чуть позже я ее так называю. И купе эскипетра и державы сделаны в две трети от размера настоящих. Правила — это общие мировые правила, европейские правила, международные правила. Регалии и уникальные памятники истории искусства не покидают место своего хранения. Поэтому ювелиры, например, экспериментальная ювелирная лаборатория Гохрана, которая создана была в 1970 году, приняли решение создать копии в две трети от настоящих таковых размерной величины. И им это удивительно удалось. И вот сегодня вместе с ювелирным изделием Большой императорской короны, а ювелирные изделия — это значит тот уровень высочайшего мастерства, технического, художественного, который в этом предмете чувствуется и ощущается даже теми людьми, которые очень далеки от ювелирного искусства, мастера это почувствуют. Это все можно будет увидеть в витринах выставки. Дорогие друзья, сейчас мы вновь переберемся на рекламную паузу. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу с 27 апреля по 18 мая в Государственном хранилище ценностей Якутии пройдет выставка из коллекции Гохрана России «Национальные сокровища России. Москва, Якутск, 2022», посвященная столетию образования Якутской АССР. Всего на выставке будет представлено более 90 экспонатов, многие из которых впервые покинули место своего хранения, и это действительно уникально. И сегодня у нас в гостях куратор и координатор выставки — специалисты Гохрана России, и мы говорим об особенностях проведения выставки. Итак, сколько алмазов, хранящихся в Гохране России, носят имена выдающихся деятелей Якутии, какие крупные самородки мы сможем увидеть в сокровищнице, об этом и не только далее в нашей программе. Дорогие друзья, наша передача выходит одновременно на радио и телевизионном эфире НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, давайте, наверное, продолжим наш разговор о тех ценностях, которые мы увидим на выставке. Да, и вот, безусловно, мы продолжим о знаковом ключевом экспонате. Это ювелирное изделие «Большая императорская корона». Ее украшают 11 352 бриллианта, общая масса 1200 карат. Все эти бриллианты были сделаны из якутских алмазов. Поэтому, конечно, интересно посмотреть этот предмет. Здесь рядом располагается и скипетр, и держава. Более того, можно посмотреть выдающиеся работы ювелиров экспериментальной лаборатории «Кохрана», которые входят в коллекцию выставки «Алмазный фонд». И они впервые покинули место своего хранения. Впервые покинули место своего хранения работы Московской ювелирной фабрики. Она же была преобразована и в 1971 году в Московский ювелирный экспериментальный завод. Именно на этом предприятии в 1957 году был образован цех, где гранили первые якутские алмазы. И в витрине выставки жители Якутии, гости столицы Якутска, могут увидеть редчайшие работы. Это первые ограненные бриллианты из якутских алмазов в ювелирных изделиях 50-х, 60-х, 70-х годов. Выставку украшают, конечно же, золотые самородки. Все семь самородков, которые представлены в экспозиции, найдены на территории Якутии. Наши специалисты специально подобрали именно этот состав самородного золота. Они имеют интересную форму. Мы говорили уже о змейной любви совсем недавно. Но есть самородки, имеющие и не менее интересную форму, чем змеиная любовь, и не менее интересный вес. Оказалось бы, они одинаковые по внешним признакам, но очень разные по весу. Все это можно рассмотреть, ну, можно сказать, почти потрогать. В выставке находится большой раздел, который посвящен искусству XIX века. Потому что ничто не возникает на ровном месте. Обязательно необходимо говорить о школе ювелирного искусства России. Она очень богата. И если говорить о продолжателях специалистов XIX века, чьи работы представлены, на выставке мы можем сказать о замечательной ювелире, молодом ювелире Варваре Соловьёвой, которая привезла свою работу на конкурс ювелирный Гохрана, который проходил в конце прошлого, в начале этого года. Более того, она получила первое место в номинации национального искусства в ювелирном деле. Рядом с ней, тоже очень приятно это сказать, соседствуют работы Пермяковой, молодой барышней, но очень уже серьёзные работы. Они отражают и национальный тип якутской девушки. Она превратила его в шкатулку для обручального кольца. Более того, она украсила эту шкатулку, эту барышню национальными драгоценностями, миниатюрным видом. Но ведь шкатулка имеет небольшие размеры. Это действительно здорово, когда работы наших молодых ювелиров, дизайнеров уже появляются и участвуют в таких больших, можно сказать, высокого уровня конкурсов. Это серьёзное пространство и очень серьёзная площадка для экспонирования. Государственный исторический музей, столица нашей Родины, центр столицы нашей Родины. Поэтому это большая ответственность. Ну и кроме того, посетители выставки смогут увидеть очень даже реалистичные голограммы. Это копии экспонатов Алмазного фонда России, да? Скажите, пожалуйста, об этом. Да, нам хотелось бы показать большее количество предметов, которые хранятся в нашей сокровищнице. И такую техническую возможность, эта идея была у нас давно, и такую техническую возможность дал совместный проект Гухрана России и Градского университета оптики и света. И вот появились удивительные работы. Ощущение такое, что в ряду витрин стоят совсем маленькие, небольшие витрины всего с одним предметом. На самом деле это действительно ультрареалистичное восприятие, воспроизведение в новых технологиях памятников искусства, которые не покидают место своего хранения. Но вот они, видите, в таком интересном, новом, новационном, техническом, так сказать, виде предстанут посетителям выставки. Они очень украсили, очень дополнили нашу выставку. И, я думаю, вызовут большой интерес. Их и споры. Потому что у нас на выставке мы свидетелями споров многочисленных. Одна часть говорит, нет, там точно украшения. Вторая часть говорит, нет, это голограмма. Поэтому мы свидетели таких вот яростных порой даже споров. Потому что не верю в глазах свои. Казалось бы, протяни руку, и вот оно, вот этот предмет. Можно потрогать хотя бы стекло витрины. На самом деле это не так. Получается, что древние традиции встречаются с современностью, с новыми технологиями. Да. Хорошо. При том, что гахран имеет статус закрытого учреждения, всё же его экспонаты участвуют в каких-то показах? Да, безусловно. Ну, прежде всего, хотелось бы рассказать о том, что в 2019 году у нас прошла выставка в Южно-Сахалинске. Это серьёзная выставка. Она стала большим явлением, культурным явлением для региона в целом и вообще для нашего государства. Потому что люди знакомились с историческими предметами XIX века, которые выполняли мастера ведущих ювелирных фирм России. Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, Сазикова. И сегодня мы должны знать эти имена, потому что это часть нашей истории и культуры. И были современные предметы представлены. Мы продолжили эту традицию и вот в выставке, которую привезли в город Якутск, там тоже работы современных ювелиров, так же, как и в Южно-Сахалинске, только несколько иные работы уже из коллекции Алмазного фонда. Это наилучшие памятники высочайшего художественного достоинства, которые могут увидеть теперь якутяне. И добавлю, мы участвуем еще и в крупных международных событиях. Ежегодно это уже традиция, стал международный финансовый форум, где также представлены наши уникальные экспонаты. Хорошо. А вот есть ли у нас на сегодня в России ювелиры уровня Сазикова, Хлебникова, Овчинникова, Фаберже? Да, конечно. У нас есть ювелиры, и с этими ювелирами мы знакомы очень давно. Они были участниками наших ювелирных конкурсов, и не только наших, но и международных конкурсов. Они обрели уже международное мировое признание. Мы можем сказать о таком очень крупном ювелире сегодняшнего дня Ельгизии Фазульзянове, или же о мастере Эмальере, блистательном мастере Санкт-Петербурга Алексея Донцове, или, например, Елена Жукова из города Костромы, работающая в традициях древнерусского искусства, единственная, пожалуй, женщина, использующая технику кольчужного плетения. Это практически вот кольчуга, как у старину, у витязей, защищавших российское государство. Она делает в этой традиции браслеты, колье, серьги. И, например, Эдуард Никитин, блистательный мастер, тончащий, выполняющий ажурные узоры в миниатюрных ювелирных изделиях. Они сделаны так, что завораживают женщин, они достаточно долго стоят у витрин. Сегодня эти вещи можно увидеть на выставке в Москве. Ну что же, для того, чтобы выставка действительно стала успешной, нужны очень многие составляющие. Это ведение куратора, работы команды, продвижение. Вот на ваш взгляд, пока все задачи выполнены, завтра же уже открытие. Осталось выполнить главную задачу – принять посетителей как можно больше. Мы будем очень рады, если наша выставка доставит всем радость, удовольствие, внутреннее спокойствие, стабильность. Потому что искусство – это посол мира. Оно должно воздействовать на людей так, чтобы люди уходили с выставки совершенно с радостным настроением. А это влияет на состояние здоровья, это влияет на работоспособность людей. То есть это создаёт нормальную обстановку в обществе. И сплочённая, да? И сплочённая. И сплочённая. За страну, за Россию. Гордость, действительно, за то, что есть такие прекрасные руки, которые сделали такие чудесные вещи. И буквально несколько слов о тех людях, которые приходят на выставку, о посетителях. Вот с какими чувствами, с какими эмоциями они покидают, например, показы. Вы знаете, у нас были, мы раскроем секрет, у нас были первые две группы. Это, конечно, сотрудники организации, сотрудники Гухрана Якутии, которые участвуют с нами в проекте. Но надо же было показать всё-таки выставку и познакомить их с ней уже в готовом виде. Вышли люди с очень приятным выражением лица, радости, умиротворения, гордости, счастья за то, что они познакомились с прекрасными работами ювелиров России. Ну что же, давайте ещё раз пригласим наших телезрителей и радиослушателей в эти дни с 27 апреля по 18 мая посетить сокровищницу нашей Якутии. И несмотря на удалённость от центра, действительно у нас появилась уникальная возможность познакомиться с шедеврами национальной сокровищницы России. Дорогие друзья, мы благодарим наших собеседников за очень интересный познавательный рассказ. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня» её подготовила и провела редактор Серглана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до следующей встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»